Всем привет, друзья! Сегодня будут очередные новинки из магазина Красное Белое, КБ. А конкретно сегодня будут именно темные пиво, то есть это Хофендорф и Германия, а также два новеньких Хопрайдера, соответственно, Стронг Бок, то есть крепкий бок, ну крепкое пиво, и Нью-Ингланд, причем Нью-Ингланд за 50 рублей, я думаю, еще никто не пил Нью-Ингланд за 50 рублей, причем 0.33, а не какие-то там 0.1, да, условно какой-то новый формат придуманный, за полтинчик, чтобы продать. Ну что, особый ролик я никак бы не планирую никак затягивать, единственное, наверное, начну с более дешевого, так сказать, Шварцбира, темного пива немецкого, это будет Германия. Так, что нам пишет производитель на баночке? Во-первых, здесь достаточно много языков, с одной стороны, с достаточно таким коротким описанием по факту состава, да, только состава, но на русском языке, как всегда, имеется целое полотно, где там и у нас там импортер указывается, и всякие какие-то, не содержит ГМО, туда-сюда, какие-то законы, в общем, давайте читать, что нам пишет производитель. Пиво Германия, Шварцбир, темное, фильтрованное, пастеризованное 0.5. Производит это пиво у нас Private Browry, Eichbaum, Германия, странное происхождение Германии. Так, это нам не интересно, давайте к составчику. Состав вода, ячменный солод, экстракт хмеля, экстрактивность начального сусла 11.3, алкоголь 4.9. Как по мне, это много, 4.9 алкоголя для темного пива, ну, для обычного лагера, для какого-то Шварцбира, это достаточно много. Что касаемо цены, 65 рублей Германия, 70 рублей у нас Hopfendorf и вот эти малыши по полтинечку. Ну, как всегда в КБ, да, все цены достаточно демократичные. Как бы за полноценную 0.5 банку, мне кажется, 70 рублей сегодня отдать, это недорого. Это чуть выше, чем минимальная, условно говоря, граница того, по чем продается пиво. Ну, хотя как чуть выше. У нас же есть, условно, хорошее пиво, там, Жигули, Хамовники, которые можно рублей за 55 покупать, за 0.43, да, то есть, ну, это 60 рублей, это 7, там, 65, да, по факту реально чуть выше. Хорошо, давайте смотреть, ладно, что за пиво. Темное пиво с виду, немножко напоминает какое-то абсолютно непрозрачное, хорошая стойкая пена, что лично меня радует. Люблю, когда пиво не только вкусное на вкус, но и, как говорится, выглядит хорошо. Не очень люблю, когда пена в пиве достаточно быстро оседает, здесь такой проблемы нет. Ароматика немножко такая карамельная, сладковатая, стандартная достаточно ароматика для такого рода пива. Приятная, хорошая, пена хорошая, опять же. Давайте пробовать, посмотрим, что за пиво. Такое, знаете, ребят, водянистое пиво достаточно, с небольшим таким какой-то привкусом жженки на послевкусе, с какой-то небольшой такой, да даже особо-то и нету карамельки этой. Немножко кисловатое какое-то тело, легкое, водянистое. И послевкусие оставляет какой-то жженки, какой-то вот этой кисловатой непонятной штуки. Я уже говорил, что я небольшой любитель именно этого стиля, именно этого пива. Но это явно не то, как, мне кажется, должен выглядеть стиль. Потому что есть условно пиво, которое в том же КБ продается, старая пивница, да, темная. Там есть какой-то насыщенный вкус, какое-то богатство вкуса, какие-то приятные такие интересные оттенки. А здесь какой-то немножко жженое, немножко туда-сюда. То есть вроде ничего неприятного нет. Ну, то есть просто кроме того, что мне именно конкретно не нравятся вот эти вот истории. Но я не могу сказать, что мне это пиво, допустим, нравится. Предлагаю продолжить таким же темным пивом. Это Хопфендорф. Что здесь, он пишет, производитель. Во-первых, здесь все написано исключительно на русском языке, что касаемо вот этих вот полей. Вот. И одно, и второе поле исключительно на русском. Пиво Хопфендорф Шварцбир. Темное, пастеризованное, фильтрованное. Объем 0,5. Объемная доля этилового спирта 5. Блин, все еще больше и больше. При экстрактивности 11,3. Состав вода, ячменный солод, хмель. Производитель. Кто нам из этого пива производит? Ферч Шлезкин. Ферч Шлезкин. Кто, ребят, помнит, раньше в Красно-Белом как раз продавался... Сейчас же тоже Ферч Шлезкин еще продается в Красно-Белом. Но продается только Лагер и Витбир. Витбир или Вайтсен. В общем, пшеничное какое-то пиво. А раньше еще продавался также, по-моему, Шварцбир и Урбок. Вот. Вполне возможно, что это, условно говоря, тот же Ферч Шлезкин, который раньше назывался, под брендом Ферч Шлезкин шел. Сейчас он, возможно, называется Хобсендорф. Вообще, насколько я знаю, что в Красно-Белом вот это вот наплодилась куча какого-то непонятного пива. Все причем немецкое. Все почему-то на Ферч Шлезкине. На этом Ферч Шлезкине. Правильно же говорю? Ферч Шлезкин. Варится завод Ферч Шлезкин. Интересно, конечно, у них названия такие для русского языка. Такие не особо они, так сказать, привычные. А, давайте смотреть, что по пиву. В целом такое темное пиво тоже. Пенка присутствует. Вот. Аромат здесь мне меньше нравится, чем в этом пиве. Хотя, они, кстати, очень похожи. Это скорее, может быть, из-за пены или из-за чего-то. Его просто практически нет. Какой-то пресноватый, абсолютно ароматный, чем не выдающийся. Давайте попробуем пиво. Вот это хуже. Вот для меня вот это прям очень плохо. Вообще не мой вкус. Он водянистый. И у меня он, знаешь, что напоминает? Как будто какого-то чернослива, я не знаю, добавили. Его, причем, как-то разбодяжили, запьянили. Вообще не нравится эта тема. Не знаю, вообще не нравится пиво. Хотя, вот только на второй глоток даже какие-то сладковатые нотки немножко пошли. Не. Вот это пиво точно не мое. Причем, оно реально, блин, где вот, как они это делают? То есть, смотри, что здесь по характеристикам? Они все куда-то в алкоголь вроде, да, выбродили, типа. Экстрактивность 11,3 при алкоголе 5. Вот оно, наверное, есть такое немножко суховатое какое-то. И, ну, как бы, от темного пива ждешь немножко другого. Скорее ждешь каких-то сутковатых тонов, каких-то интересных нот. Вот, может быть, какой-то карамельки сженности. А тут ты по факту получаешь какой-то прям вот, с одной стороны водянистый, с другой стороны какой-то вот прям вот, нету вкуса, блин. А техническая, ребят, проблема была. Запись прервалась, соответственно, пришлось прерваться. Не знаю, на каком моменте там это произошло. Ну, то есть, я примерно понимаю, но не до конца. Почему я, в принципе, это пиво попробовал. В итоге я примерно такие. Какое-то непонятное такое водянистое пиво, с одной стороны. С другой стороны у нее есть вот это привкус чернослива, который достаточно длительный и идет, допустим, хотя я пиво уже не пил, наверное, ну, больше минуты точно. Оно до сих пор у меня как бы остается. Такое, на мой взгляд, какое-то специфическое все-таки пивко. Кому-то, наверное, зайдет, безусловно. Потому что, в принципе, профиль, вот я сейчас вот сам ощущаю, послевкусие достаточно такое длительное, приятное. Но именно сам напиток лично мне не зашел. Поэтому едем, ребят, дальше. Стронгбок. Свитстрок, стронг энд малти. 16,3 суса, 23 горечь, алкоголь 7,9. То есть, достаточно крепкое пиво. Это 7,9, блин, это много. Это почти балтика восьмерка. Так, что у нас здесь по языкам? У нас здесь, опять же, несколько языков указан на одной половине. И, как всегда, чисто русский язык указан на другой половине. Пиво Hoprider, бокс, светлое, фильтрованное, пастеризованное, 0,3. Пиво это у нас производит также Eichbaum. Кстати, я вам скажу, что Eichbaum производит весьма неплохое пиво. Я, допустим, люблю синюю обезьянку из этой же линейки. Мюнхен, Германия. Так, 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 так. Состав вода, ячмель и салт, экстракт хмеля, экстрактивность начального сусла 16,3. Алкоголь 7,9. Вроде все нормально, насколько я могу судить. Ну что, поехали. Поехали открывать эту баночку. Для нее у меня, соответственно, подготовлен соответствующий бокальчик. Вообще, бок, подожди, это даже, по-моему, урбок или как правильно называется? Когда крепкий бок. По-моему, урбок, да? Стронгбок здесь написано. Ну, хорошо, пусть будет стронгбок. Для нас это, по факту, условный аналог, привезенный из Германии, в Балтике девяточки. Либо какого-нибудь охоты крепкой, либо еще какой-нибудь вот такого вот крепкого пивка. По виду, смотрите, светлый лагерочек, абсолютно светлое такое, цвета соломы, можно сказать, пива. Достаточно хорошая карбонизация, пенка присутствует. Что еще нужно? Вид приятный, крепость присутствует. Осталось, так сказать, оценить ароматику и вкус. Ароматика, кстати, приятная, фруктовая. Каких-то яблочек, каких-то вот таких сладковатых фруктов. Ну, яблочки, да, яблоки, груши, что-нибудь в этом роде. Очень приятная ароматика, хорошая. Мне нравится. Давайте пробовать. Надеюсь, вкус будет точно такой же. Приятный. Яблочный может быть какой-нибудь. Ощущается, что это пиво крепкое. Ощущается, ребят, что это пиво крепкое. Алкоголь прям сразу с первого глотка вы ощущаете. Здесь не спрятаться, не скрыться. Причем пиво у меня, оно, ну, оно не сильно холодное. Потому что я дегустацию немножко все-таки пиво выставляю. Оно стоит где-то 30 минуток у меня здесь примерно. Если пить холодным, наверное, не будет прям вот такой вот реакции. Но ощущается прям реально спиртуозность, то, что пиво крепкое. Я не могу сказать, что я получаю удовольствие. Потому что вот реально вот этот вот щекотящий вот этот весь момент крепости пива у меня немножко как бы, ну, не доставляет мне удовольствия. То есть, может быть, его если охладить, оно было бы чуть поинтересней. С другой стороны, мы бы потеряли бы эту ароматику. Не знаю, может пиво само по себе какое-то такое. Может, в принципе, оно крепкое какое-то спиртуозное такое, сладковатое вот за счет этой спиртуозности. В перемешку с какой-то горчинкой пива. Может, это не мой формат, не знаю. Не знаю, мне пиво, честно сказать, ребята, не нравится. Я бы не хотел это пиво повторять. Хотя, в принципе, допить, наверное, я бы допил при каких-то обстоятельствах. Но вот прямо вот что, стремиться к этому пиву повторять не очень. Вот урбак раньше, мне кажется, он был мягче. Хотя это другая, конечно, по-моему, пивоварная, да? Даже фельдшлёсткин был урбак. А это их баум. Ладно, поехали к последнему пиву. Это Hoprider New England PLL. Соответственно, изготовитель у нас тот же. Эггбаум, Германия. Так. Состав вода, ячменный солод, пшеничный солод, хмель, экстракт хмеля, дрожжи. Экстрактивность начального сусла 13,5, алкоголь 6. Примерно такие характеристики. Тоже 50 рублей. Тоже 0,33 банка. Погнали. Я, конечно, уже весь заставился. Ну, пусть будет так. Уже двигать не будем. Как уже ролик, как говорится, подходит к концу. Что мы видим по виду? Выглядит пиво весьма хорошо. Похоже оно как раз на New England. На какой-то такой нефильтрованный персиковый цвет. Достаточно богатая пенка. Выглядит хорошо. В принципе, о чем-нибудь таком я, наверное, и подумал, когда бы увидел это пиво. Что по ароматике. Хвилевая ароматика присутствует. Достаточно такая лайтовенькая. Такая приятная, какой-то морской бриз. Немножко каких-то вот фруктовых, цитрусовых ноток. В каком-нибудь таком направлении. Достаточно приятная, лайтовенькая ароматика какой-нибудь сессионочки, наверное, что-нибудь в этом роде. Приятная, хорошая ароматика. Но лайтовая. Насколько я знаю, в Нью-Ингленде должна быть достаточно яркая хмелевая ароматика. Здесь этого нет. Поэтому, наверное, несоответствие стилю уже, в принципе, можно, как говорится, записывать. Но самое главное для нас, конечно же, вкус. Так, пробуем. Кстати, тело достаточно мягкое, пшеничное. Но вкуса нет. Это вообще не та стилистика, мне кажется. Это скорее, знаете что? Такое водянистость, да, какая-то даже присутствует. Вот именно. Если ловить нотки. Такое впечатление, что реально хотели сделать хорошее пиво, ну, хорошее Нью-Ингленд, а сделали такой лайтовый, какой-то охмеленную пшеничку. Вот примерно такое у меня впечатление складывается. Примерно так. То есть пиво на самом деле весьма приятно. Оно мягкое, с небольшим таким охмелением. Пьется приятно. Ну, вот, цена тоже весьма великолепная. Но Нью-Ингленд прямо заявляет. Ну, я бы скорее заявил, что это какой-нибудь хоп-хоп-вайтсен. Было бы. Хотя у них же есть хоп-вайтсен, вот эта синяя обезьянка. Вот она на синюю обезьянку похожа, хотя даже, по-моему, с синей обезьянки и хмеля более такие. Ну, здесь мягче, наверное, в целом то тело. Кстати, интересно будет. Вот мне лично ставить это пиво и синюю обезьянку. Вот мне кажется, вот они как раз бы поконкурировали. Так, ребят, давайте, наверное, подводить итоги. Что мне понравилось, что мне не понравилось. Темное пиво. Ну, во-первых, это как бы изначально не мой стиль. И не могу сказать, что здесь мне прям что-то сильно понравилось. Наверное, Германия, она в целом, вот прям какое-то недорогое темное пивко тянет. Но я не скажу, что оно все в целом какое-то заслуживает внимания. На мой взгляд, здесь заслуживает внимания только одно пиво. Это Нью-Ингленд ПЛЛ. Для тех, кому нравится пшеничное мягкое тело и небольшое охмеление. Я думаю, что стоит это пиво попробовать. Возможно, любителям крепкого пива стоит, ну, я думаю, вы уже и так попробовали. Но если не пробовали, я думаю, что стоит в любом случае попробовать. Стронбок хотя бы один раз попробовать, посмотреть, может, вам зайдет, не зайдет. Я как бы небольшой просто сам любитель этого стиля. Вот примерно такие дела, ребят. Я благодарен всем тем, кто подписан на меня на Бусти. Пишите, ребят, в комментарии, как вам это пиво, кому что понравилось, не понравилось. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал в Ютубе, подписывайтесь для общения в мою группу Телеграм. Подписывайтесь также на все другие мои каналы, которые вы сможете найти в шапке канала или в описании под видео. Всем спасибо, ребят, за просмотр и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok